В соответствии с современным тенденциям, это отличительная особенность новой больницы в Молоково. История ее строительства началась еще в 2009 году. За это время работы приостанавливались из-за недобросовестных подрядчиков. Но сейчас проект полностью скорректирован и практически завершен. Здание состоит из двух блоков амбулаторно-поликлинического отделения, где предусмотрено 100 посещений в смену для взрослых и детей, и, собственно, стационара на 36 коек. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе рабочей проверки объекта посетил оба корпуса. Отвечая на вопрос, что понравилось больше всего, парламентарий, не задумываясь, ответил. Мне понравились палаты. Я часто бываю в больницах. Они, конечно, уже многие из них устарели. Морально это больницы новые. Здесь вот самое большое – это на четверых. Теперь в каждой палате есть свой санузел. Это очень удобно и так и нужно делать. Это требование сегодняшнего дня. Кроме того, в каждой палате предусмотрена специальная консоль для подачи кислорода. Вообще, Молоковская больница отлично оснащена медицинским оборудованием. Есть еще специфическое оборудование в части. Это рентген-кабинет, то есть рентген-оборудование, аппарат УЗИ. Также будет стоматологический кабинет, гинекологическое кресло. Не отстает и техническая часть. К примеру, пищеблок в новой больнице будет работать не по принципу аутсорсинга, как в большинстве медицинских учреждений. Здесь предусмотрен полный цикл приготовления пищи. Особая изюминка Молоковской больницы – это обширная благоустроенная территория вокруг здания. Здесь будущие пациенты смогут с удовольствием гулять и дышать свежим воздухом. Территория вокруг больницы и поликлиники почти благоустроена. В ближайших планах – организация парковочных мест для посетителей. Дело в том, что изначально проектом было предусмотрено 14 машиномест. Сейчас же, по просьбе местных жителей, администрации Ленинского района было принято решение об увеличении количества мест до 70. На данный момент у всего объекта высокая степень готовности. К концу года строительные работы должны быть завершены. Затем идет наполнение оборудования. Владимир Жук выразил надежду, что все необходимые процедуры по вводу объекта в эксплуатацию будут пройдены как можно быстрее. И жители Молоковского сельского поселения в скором времени смогут получать в стенах нового здания больницы медицинские услуги на самом высоком уровне. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Ольга Садовская. Видное ТВ.